Волонтерская группа Кикимары Волонтерия для Мэй до этого именно вот эта группа появилась 3 года назад То есть, скажем так, до этого, до Кикимар, чем основные, скажем так, направления вашей волонтерской деятельности были? Ну, я занималась там помощью детям, то есть поиск родителей, пиарила И разные направления в том числе, и животные, и везде нужна была помощь Но, как говорится, война, будем называть ее так, внесла коррективы реально в жизни многих людей Тех, которые здесь остались, и те, которые пошли на передовую Как вообще родилась идея создать такую вот группу волонтеров, которая более известна в Украине, как Кикимары В Николаеве, и, соответственно, я так понимаю, что это движение по всей Украине Это действительно всеукраинское движение Практически в каждом городе, поселке есть группа, которая плетет сети И, в принципе, мы были не первые Нам как раз-таки был звонок с Киева, Лени Батынская И спросили, почему вы сетки не делаете У нас до этого, ну, просто мыслей таких не было После того, как звонок состоялся, уже буквально там пару дней, и мы уже плели сети И с самого начала, вот сначала это была маленькая группа, ну, до 10 человек Ну, поскольку людей неравнодушных было много, и многие хотели как-то защитить ребят, которые защищают нас на фронте С каждым днем количество увеличилось И, в принципе, за эти три года, вот так, я не могу точное количество сказать Ну, порядка двух тысяч людей вот у нас попробовали плести там Именно в нашем коллективе и в наших филиалах, которые были по городу Хочется сказать, что уже в области тоже, в маленьких поселках Подключались тоже В городах, да, есть группы, которые до сих пор работают в школах, плели сетки Плели в детских домах сетки, в интернатах плели сетки, то есть, в принципе, все нормально Наша группа, у нас был сначала один коллектив, потом мы разбились по районам То есть, у нас было четыре филиала То есть, уже серьезная организация осталась с филиалами, с отделениями Да, и, в принципе, мы по-прежнему оставались с одним коллективом Просто каждый работал в своем районе Сейчас, ну, по некоторым обстоятельствам, у нас сейчас только два филиала осталось Людей сейчас немножко меньше Ну, где-то люди, где-то устали Где-то не позволяет возраст, там, здоровье часто ходить Кто-то помогает дома, работает То есть, и если, вот я говорила, там, раньше, там, порядка двух тысяч, да, людей прошло Постоянный коллектив где-то был человек 150 На данный момент, ну, наверное, около 50 активных людей Есть люди, которые приходят, когда могут, когда скучают за нами Зато вы как приобщились, скажем так, с самого начала, когда был звонок, назовем это, или... Нет, я пришла чуть позже, 14 октября У моего свекра был день рождения Андрей Данилович Антонюк, вы все знаете И началась война, и хотелось привлечь внимание всех людей Ну, вот какое-то было желание Я нашла эту группу И покрова, вот покрова И вот эта же покрова, защита, какой-то оберег И мы делали акцию Сначала это была акция, вот, ну, я их попросила Они ко мне, конечно, отнеслись насторожно Пришла какая-то акция Нам для войны надо, она тут И в конечном итоге я осталась И вот до сих пор это уже как Ну, какая-то необходимость жизненная Но я думаю, это у всех девочек, которые Ну, и ребят, которые, и мужчин Которые к нам ходят У всех жизненная уже необходимость Вот что-то дать Не то, чтобы все время вот нам плохо Нам еще хочется что-то дать Как-то помочь Какие-то изменения своими руками, да, сделать И помочь Да, да, да Хочешь в каком-то деле Я так понимаю, теперь по оговорке Я думал, что здесь чисто такой женский батальон Оказывается, есть и парни, и мужчины Которые тоже помогают, да? Да, батальон у нас здесь называется Женские батальонки Кимары Но у нас есть мужчины Которые нам С нами плетут Которые нам помогают И которые, в принципе, являются членами нашей большой семьи А на сегодняшний день Есть ли большая потребность В сетках И есть ли, скажем так Нужна ли помощь еще Или хватает вот этого актива? К сожалению, мы там И три года назад, и два года назад Мы думали, что это какая-то временная потребность Но она не уходит Она наоборот Бывают затихают запросы Потом их больше И реально потребность огромная До сих пор И людей у нас сейчас меньше Но мы, к сожалению, не можем предложить людям условия Для хороших, для работы Мы работаем в подвале Правда, один пункт у нас на ЖД вокзале На волонтерском посту Там более-менее Но вот нет таких условий Не все люди по состоянию здоровья могут ходить Поэтому некоторые, я вот услышал от вас И некоторые работают дома То есть заплетут эти сетки прямо на дом Не плетут У нас есть такая потребность Как резать ленточки сами И люди могут взять материал Скреплять дома, да, резать Опять же, дома можно изготавливать костюмы Маскировочные костюмы Какие марлеши Их можно дома делать Можно делать каверы на каску То есть вот эти вот накидки Которые тоже маскируют Это тоже можно делать дома То есть есть такие нюансы Помимо этого, за все это время Там за три года Что мы только не шили Балаклавы, трусы, футболки, майки Все, что было, возможности Когда было из чего Это все шилось тоже дома Вот как раз возможность И, скажем так, было из чего Где чаще всего берется этот материал И есть ли сейчас Эти неравнодушные, скажем так Которые, возможно, большими партиями Какие-то предприниматели И так далее помогают Материалом нам помогали в городе Многие очень Вообще нам помогают Очень многие люди В городе помогали Нам помогают другие города Украины То есть, в принципе, нам присылали Обрезки Вот это же обрезки Идут с пошива какого-то Присылаются все Украины Когда есть возможность И мы говорим, что нам нечего работать Нам присылают Потому что начинали мы работать Это был секонд-хенд Это был ужас какой-то Когда подбирались просто Подходящие цвета в магазинах Это покупалось, резалось Но секонд-хенд и секонд-хенд Сетка не выглядела натурально Нам казалось, что она очень красивая Она была действительно такая Веселушная Но это Это не профессиональная Я как раз когда готовился к эфиру Видел Вот сейчас попрошу нашего режиссера Подобрать эту фотографию Показать всем Фотография как нужно И как не нужно Оказывается, там есть еще целая технология Вот так треба Так не треба Попрошу сейчас всем нашим телезрителям Показать Вот пестрые цвета Абсолютно не надо Для меня это было Небольшим таким открытием Поэтому Вот видите В этом даже технология Определенная есть Да И сейчас у нас сетка Когда мы уже с обрезком камуфляжа делаем У нас есть сетки Лето, осень Там посадка Уколотерикона Городские То есть вот разные оттенки есть Они подбираются под местность Точно так же как зима находит Это белые сетки Причем белые тоже Это не всегда стабильный белый цвет Это белочерный, белокоричневый Смотря как запросы А вообще по этим сеткам На основе чего она делается То есть на что вплетается И соответственно как потом Вы передаете, транспортируете ребятам Мы покупаем основу Просто основу Это рыболовная сеть Которая в принципе уже 3 года Больше на закупку идет Именно для волонтеров Нежели для рыбаков Может рыбаков И на эту основу В принципе мы по размеру По запрашиванию Развязываем эту основу И в нее вплетаем эти ткани Значит как мы отправляем Либо ребята сами Когда идут на позиции забирают Либо это почта идет Либо едут волонтеры И везут волонтера Отвозят на позиции Ну это огромные объемы Насколько я понимаю Потому что эти сетки Она не одна там Не одна Ну объемы бывает разные А вот вы говорите По запросам То есть разные размеры Или вы уже знаете там стандарт Да Ну уж на данный момент Да Если закажут на БТР Мы знаем какая нужна на БТР Если там ребятам нужно Какой-то окоп Они могут сказать Нам нужна длинная И узкая То есть да Мы уже ориентируемся Кто бы сказал да Три года назад Что вы будете знать Как на БТР Какого размера И на окоп Ну слава богу Есть интернеты Когда даже просто Кто-то там оговаривается На что нужно Лезешь в интернет Смотришь Высчитываешь уже Вот где школьные знания Пригодились На сегодняшний день Все города Украины Охваченные Вообще вашей Скажем так Ваша сетка Батальона женского Ну сказать что Все-все Я не могу это сказать Я не знаю досконально Я знаю что Наша всеукраинская группа Сеть А у нас сеть реально По Украине мы общаемся Мы встречаемся На волонтерпром выставке Все Огромное Огромное количество Больших малых городов Поселков Это действительно сеть Это люди Это семья тоже большая Всеукраинская Причем с людьми Ты общаешься В фейсбуке Встречаешься И настолько мы похожи Что у нас даже в коллективах Бывает Ты смотришь и понимаешь Вот это Ниночка Похожий характер Это Таня И оказывается везде есть Характеры Образы Наши нет равнодушных людей Нет людей без характера У каждого какая-то Изюминка Изюминка Назовем это И в каждом коллективе Такое Поэтому мы похожи Мы похожи Все пришли туда Мы с одной целью Ну и конечно же Самая главная наверное цель Сегодня не только Напомнить о том Что 9 числа Была сформирована Вот ваша группа Ну и конечно же Приобщите Николаевцев Которые возможно До этого еще и не слышали Либо слышали Но как-то не знали Больше информации Чтобы приобщить Все-таки людей Возобновить этот поток Активистов Потому что я так понимаю И материалы нужны И руки всегда нужны вам Как можно обратиться К вам Найти вас Кроме фейсбука А где еще можно Я даже не знаю На какие волонтерские пункты Где мы сейчас На волонтерский На ЖД вокзал Это основной Да Туда могут подойти И девочки Уже свяжутся с нами То есть у нас Есть филиал В центре И на ЖД вокзале Кому как удобно Но найти проще У нас все-таки На ЖД вокзале По материалам Какие цвета Ткани Что вот вам нужно Мы сейчас Из обрезков Камуфляжа Разного цвета Мы сейчас Не используем Уже слава Госсекондхенд И в принципе Если у кого есть Старый камуфляж Мы его возьмем И ну Скоро зима Простыни Под одеяльники Все белое Белое Светлое И чистое Ну что ж Друзья Приобщайтесь На самом деле Вам спасибо огромное За то что Вы есть За то что Три года Вы преданы Своей идее Есть вот эта Уже группа Людей Которая Точно Проверенная Которая Ваши уже Настоящие Друзья Побратимы В этом деле Я вам желаю Только сил Для того чтобы Конечно же Побыстрее Это все Закончилось Ваши Скажем так Памяті Осталось Как Хорошие Воспоминания Вам желаю Только сил И здоровья Друзья Сьогодні Спілкувалися И с ранковыми Гостями Які Три роки тому Розпочали Свою Боротьбу З зовнішнім Ворогом И допомогу Нашим Битцям На передовій